Мусульмане всего мира отмечают в эти дни один из самых главных праздников Ураза Байрам. Он знаменует собой окончание Большого Поста в месяц Рамадан. Торжественные молитвы проходят в нашей стране с самого утра. В Верхневолже больше всего правоверных собралось на поле в деревне Жданово, что под Тверью. Это поле уже не в первый раз принимает правоверных, проживающих, работающих или обучающихся в Тверской области. Мусульманские праздники тут отмечали и раньше. Вот и на сей раз здесь собрались тысячи верующих. По одежде и главным уборам создавалось впечатление, что они представляют все регионы планеты, где исповедуют ислам. Причем жители южных стран совсем не испугал густой утренний туман и пасмурное небо. Все надеялись на лучшее, как, например, эти жители Индии. Вчера была очень дождливая погода, но сегодня тепло, и я надеюсь, что погода будет солнечной. Вместе с другими единоверцами эти индийцы молились в это утро Аллаху по случаю праздника Ураза Байрам. Он означает завершение поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого особо важным считается совершение благих дел. Сколько добрых дел сделано за эти 30 дней, сколько молитв вознесено во имя Всевышнего. Пусть Аллах примет наш Ураза, пусть Аллах примет наши благие дела. Ураза Байрам отмечается в течение не одного, а трех дней. Все это время у мусульман принято собираться за столами, ставя на них традиционные для каждого региона блюда. Кроме того, ими принято угощать и своих соседей, причем вне зависимости от веры. Важной традицией является сбор пожертвований или раздача милостыни. А еще все стараются вручить подарки родным и близким. Ведь это один из самых любимых праздников всех мусульман. Пусть Аллах молим его, чтобы он принял наши посты, наши фитр садака, наши благие деяния, подаяния неимущим. Пусть Всевышний это все примет, пусть очистит нас от наших грехов и зачтет нам этот месяц Армадан и даст нам войти в ворота Арраян, в раю, в судный день. Аминь. Аминь.